Дарк Солс 3 В любом случае, я уже достаточно давно ждал эту игру, очень давно хотелось в нее поиграть, потому что, черт побери, мне нравится Дарк Солс, я обожаю игры этой серии, игры от студии From Software. И сегодня у нас новая история, новое королевство, которое будет угасать на наших глазах, и огромное количество новых, весьма опасных приключений. Че рассказывать? Поехали, новая игра. Да, настройки яркости, я уже все отстроил. Погнали, далее. Здесь все окей, далее. И в самом деле, замок, что зовется Лотриком, стоит там, где сходятся земли Повелителей Пепла. Покоряя Север, Пилигримы убеждаются в том, что старые сказания не лгут. Огонь затухает. И Повелители покидают свои троны. Когда огонь под угрозой, когда звонит колокол, Повелители Пепла поднимаются из своих могил. Олдрик, святой покровитель глубин. Легион нежити Фарона, Хранители Бездны. И мрачные Повелители Заскверненной столицы. Гигант Йорн. Но в действительности Повелители оставят свои троны. И негорящие восстанут. Безымянная проклятая нежить, недостойная стать пеплом. И стало так. Негорящие всегда ищут угли. Вот такое вот вступление. И у нас начинается создание персонажа. Короче, что я понял из этого видео? Да, кстати, гигант Йорн мне очень сильно напоминает короля гигантов из второго Дарк Соулса. Возможно, это как-то связано. Я так понимаю, что главный герой это тот, кого отвергло пламя? То есть, в кои-то веки у нас неизбранная нежить, которая продолжит эпоху огня, а огонь отказался от него. Весьма-весьма интересный поворот. Это здорово. Так, ну давайте создавать персонажа. Такс. Ну, как всегда, у нас персонаж по имени Дарк Нелор. По-другому у нас и не бывает. Хотя, ладно, что я говорю, бывает. Пол мужской. Нет, я не буду менять пол. Возраст. Юный, зрелый, пожилой. Ну, пускай будет юный. Класс. Такс. Такс. Мрачный рыцарь с дурной славой, который скитается в этих землях. Крепкий, благодаря своей физической мощи и прочной броне. Наемник. Ветеран многих боев. Необыкновенная ловкость позволяет ему мастерски орудовать двумя скеметарами. Воин. Потомок северных воинов, известных крепким сложением. Благодаря недюжиной силе использует тяжелый боевой топор. Вот это в духе меня. Глашатый. Бывший глашатый, ныне странник. Владеет прочным копьем. Творит восстанавливающие чудеса. Вор. Обычный вор и жалкий дезертир. Владеет кинжалом для ударов спину и боевым луком. Убийца. Убийца, атакующий жертв из-под тяжка. Предпочитает чар в сочетании с колющим мечом. Чародей. Одиночка, бросившая академию, чтобы углубиться в исследование. Управляет чарами, используя свой интеллект. Пиромант. Пиромант из далеких земель, умеет управлять огнем. Предпочитает ближний бой, владеет топориком. Клирик. Клирик-путешественник, совершенно истощенный. Использует веру, чтобы творить множество разных чудес. Нищий. Одежды нет, происхождение неизвестно. Или непостижимый глупец при жизни, или вещи забрали при похоронах. Ага, то есть тут даже похороны. И тут все по десяткам, ну, как это принято в Дарк Соулсе. Так, смотрите, меня интересует, как всегда, персонаж, я, как всегда, буду щитомечником. Поэтому, давайте смотреть того, у кого жизненные силы и физической мощи побольше. Ну, вот у рыцаря примерно такое. Наемник нет. А, слушайте, а я так понимаю, что здесь сделано так же, как во втором Дарк Соулсе, то есть сила и физическая мощь, это разные параметры. Есть еще жизненная сила. Так, понятно. Это немножко посложнее будет, конечно, после Бладборна, особенно для меня. Так, ну, здесь смотрим, здесь сила 16, воин. А убийца, что у нас из себя представляет? Ну, это не ахти. Либо рыцарь, у него жизненная сила 12, стойкость 11, и физическая мощь 15, и сила 13. Ну, давайте рыцарем мы будем играть. Рыцарь. Так, погребальный дар. Погребальный дар. То есть, в этот раз нас уже даже похоронить успели, потому что в первой части с этим было попроще. Никаких признаков погребального дара. Набор колец с маленьким красным драгоценным камнем повышает максимальное количество очков здоровья. Небесное благословение. Теплая, освещенная, святая вода полностью восстанавливает здоровье, снимает отрицательные инфекты. Скрытое благословение. Чистая, освещенная, святая вода полностью восстанавливает здоровье, снимает отрицательные эффекты. Ну, это одна бутылочка будет, да? Черная огненная бомба. Огненная бомба с особым порохом. Недобрый подарок на прощание. Огненный самоцвет. Материал для получения огненного оружия. Подойдет воину лучше любых безделушек. Даже не знаю, куда мне его использовать. Непрекаянная душа. Понимаете, самоцвет это как будто из Бладборна пришло. Непрекаянная душа. Непрекаянная душа, принадлежавшая тому, кто спал рядом с вами. Интересная подробность. Используйте, чтобы получить много душ. Кто спал рядом с вами? Типа спал в могиле? В этом смысле? Ржавая золотая монета. Погребальный предмет, приносящий удачу после смерти. На короткое время значительно увеличивает шанс найти предметы. Прикольно. Треснувшая красное око. Предмет для сетевой игры, одноразовый, вторгайтесь в другой мир в обличии темного духа. Молодая белая ветвь. Ветка, вероятно, предназначенная для мерного подношения. Используется, чтобы слиться с окружением один раз. Знаете, я, пожалуй, сделаю, как это было во втором Дарк Соулсе, кольцо жизни. Так, макета лица. Здесь у нас какой-то Виктор Цой. Так, у простого человека простое лицо. Конечно, никто не без изъяна, тем более простолюдин. Северный воин. Лицо воина словно высечено из камня. Давно шутят, что северяне рождаются сразу суровыми и старыми. Аристократ из... Асторы? Не понял. Какого хрена Астора? Астора? Вы че хотите сказать, что события происходят во времена первого, что ли, Дарк Соулса? Астора, и он ученик Академии Драконов, то есть это Винхельм? Ой, Винхельм, говорю, Винхейм. Винхейм. Интересная фигня. Белая кость, голубая кровь, синего глаза, светлые волосы, напоминают оболом величия Асторы. Оболом величии, то есть теперь Астора в упадке. Ученик Академии Драконов. Умное лицо, покрытое морщинами, выдает ученика. Неофит из Карима. Карим. Унылое лицо, клирика из Карима. Неофит, слегка пренебрежительное прозвище для начинающего служителя церкви. Шут из Катарины. Большие глаза и рот придают этому лицу веселый вид. Родом из Катарины, известный вкусом к жизни и любовью к выпивке. Бывалый странник. Необычное лицо с узкими глазами и тонкими губами. Некоторые воспевают его как лик истинного дракона. Изгой из Великой Топи. Безобразное или простое уродливое лицо. Предрассудки порождают обиды, обиженные бегут в Великую Топи. Подожди, я не понимаю, это что, Лордерн? Тень смерти из Ландора. Безжизненное лицо, словно принадлежащее опустошенному. Ландор весь населен стариками и опустошенными. Уроженец Аретила, господи. Черты старых богов из легенд. Говорят, детям, родившимися таким, суждено попасть в холодную долину. Знаете, это весьма интересная такая фигня, что здесь есть Карим, Астора, Катарина, Винхейм. Это... Ладно, я надеюсь, нам постепенно... Мы постепенно разберемся с тем, что здесь да как. Давайте, пускай у нас будет аристократ из Астора, я всегда таким играю. Телосложение. Обычное тело, стройное тело, худое тело, грузное тело. Ну, а что там с большой головой? Не, ну это реально большая голова. Ну, давайте, пускай будет стройное тело. Внешность. Пол, понятно. Возраст, понятно. Так, а если зрелый? Не-не-не, это какой-то... Голос. Ну, пускай будет зрелый голос, более-менее так прикольно выглядит. Основной цвет кожи. Меня цвет устраивает. Детали лица. Вы не пугайтесь, я всегда такой фигней занимаюсь. Так. Форма лица, волосы, брови, борода. А где форма глаз, интересно? Форма лица. Вот глаза. Глаза. А здесь нет никаких, тут прям таких... Ну, ладно. Да, в целом, все равно мы не будем его видеть в течение игры. Так, давайте, значит, волосы, брови, борода. Прическа. Ну, конкретно, прям, Бладборновская все такое. Так, я предпочитаю общезлинными волосами всегда бегать. Не, слушайте, прическа даже как из-за оригинального Дарка. Эмо какой-то. Какой-то эмо. Не, ну, слушайте, даже прически из первого Дарк Соуса. Вы чё? Вы чё, люди? Ладно. В целом, меня устраивает вот эта вот прическа. Цвет волос. Ну, у меня в последнее время я стал играть за седого персонажа. Брови. Так, форма бровей. Нет, это чё-то совсем. Пускай вот такая борода. А есть без усов сверху. Но чтобы и без вот этой вот фигни. Рагорн какой-то получается. А, вот же я её искал. Чё это я? Цвет бороды опять же седой пускай будет. Чё-то я не вижу, чтобы он седым прям был. Ну, ладно. Ресницы. Ну, пускай вот такие будут. Цвет ресниц. Ну, он чёрный в принципе. Вот. Зрачки. Цвет зрачков в последнее время я стал делать вот такого персонажа. Седоволосый с зелёными глазами. Вот. Ну, без татуировок обойдёмся. Давайте сохраним вызбранное. Ну, собственно, всё. Всё равно мы не видим его лица. Ну, ладно. Завершить создание. Погнали. Начать игру с этим персонажем? Так точно. Поехали. Если у кого-то возникли странные вопросы на тему того, на чём я играю, это PlayStation 4. Но я... Ну, по идее, не должно быть таких вопросов. Там видно было по обозначениям кнопок. И начинается игра на кладбище. Замечательно. Хорошее начало. Игра как бы уже намекает. Что готовься страдать. Не знаю, почему картава я это сказал, но всё равно готовься страдать. Ой, ребят, готовься. Вот сейчас у меня улыбка, а в скором времени наверняка это всё изменится на оскал бешенства, почему я не могу пройти тот или иной момент. Ну, посмотрим, посмотрим. И да, я буду читать описание всех предметов, кладбище пепла. Я буду читать описание всех предметов, потому что, ну, как ни крути, какое плавное управление. Слушайте, управление прям такой конкретный Бладборн. Да. Ну, давайте, значит, читать описание предметов. Инвентарь. Такс. Нежить ценит эти тусклые зелёные фляги. Наполните эстусом у костра и выпейте, чтобы восстановить здоровье. Путь нежити пролегает от одного костра к другому, и ни один путник не обходится без фляги с эстусом. Сейчас у меня их три штучки. Окей. Знаком тьмы. Знаком тьмы отмечена проклятая нежить. Знак возвращает хозяина к последнему костру, где тот отдыхал, или к костру храма огня, но лишает его всех душ. Те, кто заклеймён знаком тьмы, возродятся после смерти. Но в конце концов они утратят разум, став опустошёнными. Вот почему их изгоняют из родных земель. Чёрный кристалл разделения. Талисман прощания. Такие принято дарить изгоняемые нежити. Кристалл отсылает фантомов в их мир или возвращает вас в ваш. Не стоит бездумно использовать этот предмет, если вы планируете завязать отношения. Венец белого пути. Предмет для игры по сети восстанавливает связь с иными мирами. Те, кто совершает бесчётные поступки в других мирах, утратят с ними связь. Венцы белого пути берут эти грехи на себя. Но встречаются они нечасто. Бесчётные, ой, бесчестие никогда не станет безопасным. Не очень понимаю, как этот, как использовать этот предмет, восстанавливать связь с другими мирами. Типа, куда меня призывали? Возможно, так. Так, это у нас материалы, это ключевые предметы, заклинания, оружие ближнего боя. Длинный меч. Сбалансированный и очень распространённый прямой меч. Наносит приличный урон, отличается сильными колющими ударами. Навык стойка. Приняв стойку, используете обычную атаку, чтобы пробить блок противника снизу, или сильную атаку, чтобы провести рубящий удар снизу вверх с выпадом. У него физическая атака 110 плюс 14. Критический наносит сотню. Понял. Так, рыцарский щит. Самый обыкновенный щит рыцаря низкого звания. Средние щиты самые распространённые. В них сбалансировано поглощение урона, устойчивость и вес. Навык парирования. Отразите атаку, точно рассчитав момент и нанесите критический удар. Работает независимо от того, в какой руке щит. Шлем рыцаря. Шлем заня... А что, они так сделали? У-у-у-у! Удобно! То есть, теперь шлем в одной вкладке, доспехи в другой вкладке. Классно! Шлем занимающего скромное положение рыцаря, выполненный из прочного железа. Может, он и тяжелее своих сородичей, зато обеспечивает существенное поглощение физического урона в обменно впечатляющий вес. Если вам недостает физической мощи даже не пытайтесь водрузить его себе на голову чего него там физическая компания понял понял доспех рыцарем так шлем за доспех занимающего скромное положение рыцаря выполнены из прочного железа если вам не достает физической мощи даже не пытайтесь водрузить его на себя наручи но здесь описание одинаковое и пона же одинаковое кольцо жизни этот набор колец маленьким красным драгоценным камнем пережил уже несколько поколений повышает максимальное количество очков здоровья кольца наделены уникальными силами подобно подобная находка облегчит тяготы изнурительного путешествия собственно все это все вещи которые у нас есть снаряжение как выглядит инвентарь ну удобненько четыре колечка можно с собой таскать что тоже удобно ну ладно давайте так удары да все как всегда и щит держать все понятно но все понятно по по управлению все знакомо здрасте первый враг я хотел бэкстэп сделать я не знаю бэкстэпы здесь такие же как были или нет так увядающая душа стоп увядающая душа мертвеца используйте чтобы получить немного душ пусть хранительница огня превратит эту неприкаянную душу в источник силы ибо негорящим суждено быть сосудами для душ окей у меня там никто сверху не спрыгнет так что за душа покинутых странников а покинутых останков душа найденная среди забытых останков используйте ее чтобы получить души понятно забытые останки значит стоп я хочу кое-что посмотреть то есть наш герой выглядит как живой окей то есть он не выглядит в виде полого ой так здесь походу бэкстэп как-то по-другому делается ну черт его знает ладно игра определенные более быстрая чем ее предшественники определить пепельная фляга с эстусом шо это такое чё такое ниже ценят эти тусклые пепельные фляги наполните эстусом у костра и выпейте чтобы восстановить концентрацию пепельная фляга остужает же оркостром это нравится не горящим не горящие кто такие не горящие ну-ка стоп позади врага критический удар и понял понял попробуем блин не получается у меня пока критический удар нанести пока что не совсем удобно бэкстэбы делать мне еще ни разу не получилось ладно так здесь ничего нет он там ходил парень надо бы его тихо о получился бэкстэп ах ты скотина из арбалетчик тут понимаешь отлично ну вот уже бэкстэбы раздаю нормально изи игра вообще изи так давайте-ка посмотреть что у нас с этой стороны я вот здесь не посмотрел хотел надо бы подняться глянуть парирование парирование понял давай попробуй ладно не вышли пока не выходят еще одна угасающая душа нам наверное туда надо идти судя по тому какой там свет но я сначала схожу сюда мне интересно посмотреть что у нас в этой части поворачивайте назад почему это зачем мне поворачивать назад там какая-то хрень и тут много людей поумирала сочетчет я очкую о господи что-то панки опа нормально снесло мне елки-палки понятно почему игра мне сказала поворачивай назад интересно забодаем не забодаем половину здоровья и уже снесли опа это хренатель может меня заморозить да тихо спокойно тихо спокойно назад 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 иди сюда еще по воюем ну вот а говорите поворачивая назад титанитовая чешуя нихрена тут они попередохли все у ребят но это первое испытание с которым надо сказать я справился единственное что я все фляжки потратил душа путешественника давайте поизучаем что это не ну знаете я могу собой гордиться я победил эту хрень так душа путешественника душа найденная среди останков неизвестного путешественника используйте ее чтобы получить души пусть хранительница огня превратит эту неприкаянную душу в источник силы ибо не горящим суждено быть сосудами для душ так я получил титанитовую чешую измененный душами титанит укрепляет оружие созданная транспозиции до плюс 4 оружие созданная транспозиции души можно укрепить только особым титанитом изредка кристальные ящерицы поглощают души вырастают до огромных размеров и на этих телах появляется такая чешуя то есть это маленькая то ящер как помните мы убивали раньше ящерок в первых дарк соусах с которых выпадали мерцающие титаниты то есть это вот то есть это вот такие вот так вот они вымахали и уже сами атакуют ну слушайте прям прям классно я пока с собой горд я смог пройти это испытание хоть мне и сказали мол поворачивай назад ни хрена у тебя ничего не выйдет так какие здесь горы офигенные просто обалдеть так ох меня пугает вот это здрасте ну вот и первый bonfire господа мы добрались костер зажжен вы получили приз зажечь костер первые трофеи в этой игре уху коли уж на то пошло то наверное так подождите я сначала проверю новый уровень повышается здесь кладбище пепла ага то есть я не могу поднимать уровень за счет душ понял хорошо тогда пошли дальше пошли дальше господа сюда подошел сюда подошел я тебе говорю Так. Чё здесь? Ага. Не вышло. Бей атаков падения. Ладно, нормалёк. Тихо, тихо, парень, тихо. Я хочу получить ту штуку, которая валяется на гробу. Игра, конечно, в разы динамичнее, чем предыдущие части Dark Souls. Ой, ёп. Особенно вторая часть. Которая была очень медленная. Угасающая душа, ещё одна угасающая душа. А здесь я тебя завалил, парень. Так, ещё раз пробуем. Отлично, вышло. Осколок титанита. Так, чё у нас тут с описанием? Осколок титанита для укрепления оружия. Укрепляет оружие до плюс три. Это лишь крупица легендарных брусков титанита. Титанит внедряется в оружие и укрепляет его. Хорошо. Хорошо. Всё, в принципе, знакомо. Так, тут ничего не валяется. Вроде нет. Ладно, идём тогда сюда. Опаньки. Чутье. Я, кажется, догадываюсь, куда я пришёл. Поэтому я лучше сделаю дополнительную склеечку здесь. Я не знаю, почему, но у меня такое чутьё, что я пришёл к первому боссу. И, короче, я боюсь его чё-то. Ладно, давайте. Это первый босс в Dark Souls 3. Я его боюсь. Так, тут улететь можно как нифига. Ладно. Короче. Короче, окей. Здравствуй, кто ты? Как тебя зовут? Вытащить меч. Что у него там сверху за тентакли? Здравствуй. Слушай, я тебе помог, типа. Судья Гундир. Окей. Пока легко бьётся. Шо это? Епона, мать! Шо это за хрень? О, господи. Это всё? Это всё? Наследник огня повержен. Вы получили приз, судья Гундир. Я пол... Уголь восстановлен. Уголь. Вы получили приз признать пламя. Чё-то как-то совсем легко было сейчас. Я не знаю, может это я просто потому, что вчера натренировался на марафоне. Но чё-то совсем легко. Витой меч. Меч, пропавший из храмового костра. Его нельзя использовать в качестве оружия. Вонзите меч в костёр храма, чтобы восстановить его силу и сделать возможным перемещение между кострами. О, как. Лишь избранный унаследует этот меч. Так и рассудил тот, кто стал для меча ножными. Ладно, разжечь костёр. Что мы можем сделать? Оставить. Ладно. Ну, пошли тогда вперёд. Здесь я ничего больше не вижу интересного. Чё-то как-то совсем легко сейчас было. Ну, а я думаю, это потому, что просто, видимо, босс был учебный. Сломанный меч. И чё он из себя представляет? Так, сломанный меч. Оружие без каких-либо выдающихся качеств. Только обезумевший и опустошённый станет этим сражаться. Открыть меню. Понятно. А, то есть можно и... Понятно, можно и на сенсорную панель нажимать. Для того, чтобы открывать менюшку. Ну, окей. Я хочу хотя бы добраться до некого подобия Нексуса. Или чё там у нас такое? Здесь же должно быть что-то типа Храма Огня. Или Нексуса. Или... Тихо! Кто там в меня стрелял такой наглец? Тихо. Завалены все. Окей. Ну, или что-то наподобие там Сна Охотника. Ну, то есть, короче, мерная локация должна быть. Должна быть мерная локация. А, ну вот, кажется, и отсюда я и пришёл. Храм Огня. Даже называется так же Храм Огня. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте общаться. Что? Мне кажется, или это Андре? Ой, здесь так много персонажей, со всеми не переговоришь прям. Короче, мы добрались до Храма Огня, господа. Ставить витой меч. Костёр зажжён. Теперь мы можем перемещаться между кострами, я так понимаю. Что ещё я могу сделать рядом с костром? Выучить заклинания, навести порядок в ящике, горячий осколок кости сжечь. Оставить. То есть, у меня какая-то женщина, наверное, будет прокачивать. Короче, давайте все диалоги мы оставим на следующую серию, которая, возможно, выйдет даже сегодня. То есть, я как буду записывать, я сразу буду выкладывать по мере монтажа. Вот, первая серия выйдет достаточно рано, я думаю. Вот, ладно, господа. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Twitch-канал. На этом всё, с вами был Артём, всем всего хорошего, пока!